Прошлый раз мы закончили на лемешура и не успели сформулировать из нее следствие. Мы выяснили, что если у нас есть неприводимые представления, то есть они изоморфны, так вариантные отображения между ними это просто скаляры, а если они не изоморфны, то таких нет. Понятно, что теперь можно написать то же самое для вполне приводимого. Следствие. Теперь если у нас есть вполне приводимое представление, группа лежа, ну или алгебра, или это не важно. А тогда? Ну нужно написать. Ой, как сумму неприводимых. Ну или можно то же самое написать с кратностями, как мы уже обсуждали. Нужно просто изоморфные слагаемые собрать. МИТ, МИТ, где вот эти попарно не изоморфны. Вот. Ну тогда если у нас есть соответственно эквариантный оператор, тогда ФИ представляется в виде Сумма лямбда ИТа. Сейчас, секунду. Сейчас правильную формировку найду. Такая штука получается. АИТа на тождественные на ВИТ. Диоиды, понятно, это эндоморфизм ЦН. Вот. Ну, значит, что нужно посмотреть? Ну, нужно сказать, что, во-первых, сейчас я тут немножко потороплюсь, наверное. Ну, неважно. Значит, неважно. Окей. Значит, первое. Доказательство. НИТа, да, естественно. Это вот это. Да. Ну, окей. Значит, ВЭЭя это что такое? Ну, смотрите, мы берем N копий векторного пространства, но это то же самое, что C у N и тензорный навык. Ну а теперь кажется, что это совсем очевидно, потому что если у нас есть эквариантный оператор на прямой сумме, тогда он записывается вот в таком виде, где ежи пробегают оба, то же самое множество индексов. Ну что тогда происходит? Между неизоморфными представлениями там нет никаких эквариантов отображений, ну а на изоморфных несложно проверить, что получается тензорное произведение доморфизма CM, ну а на этой компоненте так тождественное. Ну в общем как бы и все, подставить просто все вот эти соображения и все. Получается ровно. Давайте напишу все-таки. АИТЭ Тензорно, ну тождественное, ну и ИТЭ. Вот. Ну это мы с лям и шур тут заканчиваем. Вот. Окей. Следствие. Ну следствие. Сейчас. У меня есть легкое ощущение, что мы это уже формулировали, но тем не менее. А если же Абелева, тогда любое неприводимое представление одномерно. А, мы наверно в частом случае формулировали это там для АР, например. Вот. Поэтому у меня есть ощущение, что мы это писали. Ну, как это доказать? Ну очень просто. Раз же Абелева, значит, что если мы применим элементное представление к элементу ИЖ, то мы получим просто квариантный оператор. Вот. Ну, значит, это умножение на скаляр. Ну и все. Вот. Значит, пример. Ну, половинка примера у нас уже была. Да, значит, если мы посмотрим на Р как на группу ЛИ, тогда, значит, можно посмотреть на нее, как на ее алгебру ЛИ. И тогда все неприводимые представления, представления Ж, это что такое? Ну, они одномерны. А как устроено одномерное представление? Да, одномерное комплексное пространство. Вот мы его умножаем на какой-то, значит, скаляр. Ну, нужно взять просто элементик отсюда, ну и перевести его в лямбда на А, а к делямбда какое-то комплексное число фиксированное. Вот. Соответственно, это все представления алгебры ЛИ. Вот. Как получить теперь представление группы ЛИ? Ну, нужно взять и проэкспоненцировать. Эта штука односвязана. Поэтому все представления Ж получаются из представлений ее алгебры ЛИ. Ну, понятно, чем. Вот. Соответственно, все представления Ж, это вот такая штука. Это А в экспоненту лямбда А. Опять-таки лямбда комплексные, произвольные. Вот. Ну, а теперь, значит, если мы хотим, например, посмотреть на представление С1, тогда, так как это ее односвязанное накрытие, то это, как мы уже обсуждали, просто все представления Р такие, что, значит, они дают единичку на, значит, на чем? На, собственно, той подгруппе, про которую нужно проэкспоненцировать, чтобы получить нашу группу. Значит, на Z. Вот. То есть нужно посмотреть на такие представления РУЛЯМДА, и что РУЛЯМДА от Z равняется единичке. Ну, мы знаем, как они все устроены. Правда, это называется РО 2ПИК. Ну почему, да, это ровно те, которые переводят в А в Е в степени. И КА. Вот, ну это единичка. Вот, окей. Окей. С этим разобрались. Окей. Значит, теперь будет такая коротенькая тема, унитарное представление. Ну, коротенькая она не в смысле, что там, на самом деле, малый материал. В смысле, что мы какой-то кусочек сейчас разберем, а потом будет длинное отступление. Потом мы снова сюда вернемся. Вот, соответственно, если у нас есть вещественная группа Ли, в ее комплексное представление. Тогда она называется унитарным. Ну, понятно, какие мы операторы называем унитарными. Ну, те, которые сохраняют какую-то невырожденную линейную форму. Вот, значит, если существует положительно определенная эрмитва, Ж-эквивариантная форма. Ну, последнее... Последнее, это следующее, что... РО, G на У. РО, G на В. Ну, несложно догадаться. То же самое, что у В. Вот. Ну, а понятно, что если теперь у нас Ж маленькая, это алгебра Ли. Тогда для нее можно написать все то же самое. Ну, и последнее условие переписывается. Понятно как. Да, то есть мы должны действовать на форму тривиальным образом. Ну, вот мы в прошлый раз как раз разбирались, как выглядят действия алгебры Ли на различных тензорах. Получается вот такая штука. РО от X нам будет W равна нулю для любого XSG. Вот. Чем прекрасны унитарные представления? Ну, давайте, несмотря на соображение экономии, я все-таки начну теорему с чистой доски. Может быть, сюда что не допишем. Значит, чем прекрасны унитарные представления? Теорема. Так, ну, значит, условий нет. Унитарные представления вполне приводимы. Ну, и на самом деле это более-менее очевидно, но мы сейчас все равно докажем. Вот. Игра будет не за то, чтобы доказать, что унитарные представления вполне приводимы, а за то, естественно, чтобы доказать, что какие-то интересующие нас представления унитарны. Да, ну и, в общем-то, все, наверное, уже знают, как это обычно делается. Это делается усреднением какой-то билинейной формы. Вот. Ну, вот для конечных групп мы сможем усреднить сходу, а для произвольной группы линии не очень понятно. Вот. Ну, вот, собственно, это наша такая суперцель. На сегодня приблизиться максимально, я думаю, что уж совсем все разобрать не успею, но максимально приблизиться к тому, как понять, как, значит, построить билинейную форму на представлении компактной группы. Вот. Ну, понятно, что если группа там не компактна, то, в общем случае шансов особо нет. Вот. Но для компактной группы это можно сделать. Вот. Ну, значит, давайте докажем теорему сначала. Доказательства. Индукция по размерности. Индукция по размерности. Вот. Ну, давайте возьмем какое-то произвольное подпредставление. W. Подпредставление W. Ну, нужно как-то что-то фиксировать. Да, пусть. В. Унитарное представление. Представление группы G. Вот. Значит, предположим, что оно приводимо. Ну, возьмем какое-то подпредставление. Ну, тогда можно посмотреть на ортогональное дополнение. Ну, и понятно, что W это прямая сумма. W и ортогонального дополнения. Значит, мы утверждаем, что тогда, ну, понятно, для вполне приводимости нам достаточно показать, что любое подпредставление дополняется прямым слагаемым, которое тоже является подпредставлением. Ну, окей, давайте докажем. Значит, что нам нужно доказать? Нам нужно доказать, что ортогональное дополнение к W инвариантно относительно G. Да. Вот. Ум. Простите. Не G, а... Да, да, конечно. Значит, давайте посмотрим. Ну, пусть W из W большого ортогонального. Ну, и давайте домножим G на W, да, посмотрим, что происходит с W при домножении на элементе к G. Ну, понятно, да, тут на самом деле нужно писать там что-то типа ро от G. Но я обещал, что в какой-то момент мы устанем этого делать, но настал ли этот момент или нет, я не знаю, но пока напишем так. G на W, да, действие G на W, и еще нужно взять вектор V, ну, понятно откуда, из W. Вот. Ну, значит, эта форма G эквавариантна, поэтому можно домножить на G в минус 1. Значит, это будет W, G в минус 1 на W. Ну, а теперь давайте посмотрим. У нас W было же инвариантным. Значит, вот эта штука из W, вот эта штука из W ортогонально. Значит, это 0. Вот. Ну, отсюда следует, что... Ну, понятно же, W лежит в ортогональном дополнении. Поскольку W можно взять как произвольный вектор из W. Ну, отсюда уже W вертогонального дополнения W. Ну, и значит, W является инвариантным пространством. Ну, и значит, будет представление. Вот. И все вам доказали. Ну, и теперь, соответственно, модельный пример. Модельный пример. Теорема. Если G конечная группа, тогда любое представление... Ну да, я тут немножко залезаю, но просто хочу на одну доску поместить. Значит, любое представление G унитарное. Ну, а значит, по предыдущей теореме и вполне приводимо. Давайте напишем. Следовательно, вполне приводимо. Вот. Ну, вы все это наверняка знаете. Правда? Значит, теория представления конечных групп, скорее всего, в основном там в общем курсе просто была. Правда? Что нужно сделать? Нужно просто посмотреть на какое-то представление. Значит, пусть это значит какое-то представление. Значит, просто представление G. Представление G. Ну, и там есть какая-то положительно определенная форма. Ну, уж как-нибудь на n-той степени комплексных чисел найдем. Правда? Значит, как векторное пространство, это просто CN. Ну, значит, там есть положительно определенная билинейная... Ну, не билинейная, а эрмитовая форма. Эрмитовая форма. Вот. Ну, а что теперь с ней нужно сделать? Усреднить. Усреднить. Совершенно верно. Это такая штука. Давайте назовем это B. B с волной. От УВ. Ну, нужно просто взять, поприменять все элементики G к У и В. В. Вот. То есть, сумма. О, G и С, G. А, B от G. А, U. Ж. В. 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 А что делает элементик группы G при умножении на все остальные элементы группы G? Он их как-то переставляет, но не все ли нам равно их переставил? Значит, Б-тильда искомая форма, эквавариантно, значит, В унитарно, как уже ранее сообщалось, вполне приводимо. Вот, ну а теперь, значит, анонс, да, анонс, что мы хотим сделать? Теперь мы хотим то же самое сделать для компактной группы. Для этого нам нужно, смотрите, здесь у нас по конечному множеству мы берем сумму, по бесконечному, значит, нужно взять интеграл. Значит, нам нужна какая-то мера, при этом так, чтобы она еще там была инвариантом относительно действия группы. Ну, хотя бы с одной стороны, но на самом деле это неважно с какой стороны. Вот, ну и учиться по ней интегрировать корректным образом. Вот, тогда мы сможем взять усреднение произвольной полуторалинейной формы, так же, как и здесь. Вот, ну, единственное, что понятно, что проинтегрировать непрерывную функцию вот совсем на произвольном множестве у нас, конечно, не получится. Вот, но должно получиться на компакте. То есть наша такая супер цель научиться строить меру, значит, инвариантную меру барреля на компактной группе Ли. Окей. Значит, ну, для этого нам нужен маленький кусочек, который мы назовем так, дифференциальные формы. Формы на группах Ли. И ориентация. Вот, ориентация это такая, на самом деле, критически важный ингредиент для интегрирования. Это очень просто понять. Ну, давайте просто возьмем вещественную прямую. Ну, и мы хотим определить интеграл какой-то функции. Ну, вот он зависит от того, как мы идем по вещественной прямой. Слева направо или справа налево. Правильно? С точностью до знака зависит. Потому что, ну, как мы там берем, грубо говоря, разность значения первообразные на концах. Ну, очевидно, что, значит, если взять в неправильном порядке, то будет противоположный интеграл. Ну, как бы для вещественной прямой это еще не очень страшно, потому что, ну, там, для вещественной прямой у нас есть теория интегрирования. Ну, а теперь давайте представим, что мы будем склеивать нашу группу Ли из кусочков, которые устроены вот таким образом. Ну, так вот, если мы их будем склеивать без учета того, где начало и где конец, то у нас, в общем, разумного интегрирования не получится. Потому что мы можем склеить положительный интеграл с отрицательным интегралом, и он может там занулиться на, в общем, как бы функции, на которые он, по идее, не должен нанулиться. Вот. Поэтому, на самом деле, такой существенный вопрос, на который мы сегодня хотим ответить, он состоит ровно в том, как бы нам ориентировать группу Ли целиком. Вот. Ну, и тут, как всегда, нас ждет, меня ждет методическая ловушка, потому что... Одну секунду. Так. Главное, не остаться без голоса. Да, значит, методическая ловушка, потому что, строго говоря, я тут залезаю в чужой монастырь, я собираюсь перерассказать какой-то кусочек дифференциалки очередной раз. Вот. Но, с одной стороны, я буду рассказывать его гораздо проще, чем... Гораздо проще, чем его принято рассказывать, потому что, ну, в общем, там общая теория коформ на... Гладких многообразиях довольно сложная штука. Мы будем смотреть только на какой-то маленький кусочек, который нам нужен. А, с другой стороны, в общем, если так окажется, что, в общем, кто-то будет разбирать этот курс, там не обязательно вы, а скажем, ваши коллеги будут разбирать этот кусочек без предварительных каких-то серьезных знаний дифференциалки, то у них может возникнуть консидерательная проблема, потому что, если вы откроете любую книжку, где это написано аккуратно для гладких многообразий, то, в общем, тот кусочек, который я собираюсь сейчас впихнуть в час, занимает там, ну, порядка 100 страниц. Вот. Это не значит, что тут нужно все, но это значит, что нужно хотя бы по диагонали прочитать 100 страниц. Вот. А это тяжеловато. Поэтому я буду заниматься такой немножко странной деятельностью, перерассказывать чужой курс, но при этом я как бы обещал, что я буду стараться включить хотя бы необходимую для понимания дифференциалку. Вот. Ну, окей. Ладно. Это все болтология. Ну, значит, поскольку мы все это будем определять для вещественных компактных групп, то мы будем смотреть сейчас только на вещественные многообразия. Вот. Так что у нас поле всегда будет базовое всегда R. Окей. Значит, мы знаем, что такое касательное расслоение, знаем, что такое векторные поля. Ну, вот понятно, что можно то же самое определить для Ко касательного расслоения. Можно посмотреть на, значит, гладко зависящие от точки линейные функционалы в поле. Вот. Значит, Омега, гладкое сечение Ко касательного расслоения, гладкое сечение, называется один формой на М. Ну, я, как всегда, тут забываю какие-то вводные. М – это гладкое многообразие. М – это С бесконечно гладкое вещественное многообразие. Вот. Ну, значит, как вообще естественным образом можно вытянуть один формой из того, что мы уже знаем. Ну, вот пример. Если у нас есть векторное поле, гладкое. Вот. Тогда мы знаем, что можно разложить в каждой точке касательный вектор по базису. Да, у нас есть стандартный базис, который получает из картирующих отображений. Вот. Соответственно, в точке П. Окей. Значит, тогда АИТы, ну, что это такое? Это, во-первых, линейное отображение. Линейное отображение. Ну, откуда? Из касательного пространства. Ой. Нет, какая-то чушь написано. У меня АА. В точке П УР. Ну, и они убирают гладкую… Они убирают, собственно, первую координату разложения вектора в этой точке. Ну, вот теперь, соответственно, если мы посмотрим на… Да. Ну, и теперь, соответственно, в каждой точке мы можем определить… вот такое вот линейное отображение, которое… элементы касательного пространства отображает в первую координату при разложении по базису. в АИТе. Вот. Это будет примером один формы. Ну, а гладкость ее достигается за счет гладкости отображений перехода между картами. Вот. Значит, замечание. Почему, вообще говоря, один формы в каком-то смысле немножко лучше, чем векторные поля? Ну, потому что, вот давайте посмотрим. Вот у нас есть какое-то векторное поле, предположим, да. Это что такое? Это отображение из М в ТМ. Да. Какое-то сечение касательного расслоения. Х. Ну, а теперь давайте посмотрим, пусть у нас есть… Давайте, здесь не пишу Х. Пусть у нас есть какое-то гладкое отображение многообразий. То есть, это бесконечно гладкое. Можем ли мы априори перенести вот это векторное поле вот сюда? Ну, то есть, нам хотелось бы, чтобы было что-то вот в таком духе. Да, определись push forward. То векторное поле при помощи гладкого отображения. А это да. М? Почему нет? Ну, если это дефиоморфизм, тогда, конечно, можем. А если нет? Ну, смотрите, здесь мы каждой точечке сопоставляем касательный вектор. А давайте теперь представим, что это отображение не инъективно. Если оно не инъективно, тогда мы какой-то точечке должны сопоставить два касательных вектора. И непонятно, какой из них. Если выбирать произвольный, то потеряется гладкость. Но, кроме того, кто же вам сказал, что оно все реактивно? Да, то есть, непонятно, как вообще там для некоторых точечек выбрать значение. Вот. Так что, вот так не получается. В общем, в случае, в случае, не получается. Вот. А для один формы получается. Давайте постараюсь впихнуть сюда. Сюда. Для один формы получается. Значит, пусть у нас есть гладкое отображение F из N в M. Красивое нарисовать многообразие. Вот. Это бесконечный знак. Ну, тогда, во-первых, у нас есть дифференциал. Из касательного пространства в N в касательное пространство к M. А во-вторых, можно взять двойственное к нему отображение. Значит, можно взять дифференциал со звездочкой. О! Ну, я тут неправильно написал. F, естественно. Вот. Соответственно, из касательного пространства в точке F от P. Двойственного к нему. Давайте вот здесь просто звездочку поставим. Вот. Двойственное пространство. К касательное пространство в точке P от N. Ну, и теперь, если у нас есть некоторая один форма на M. Ну, мы хотим построить теперь какую-то один форму на N. Значит, давайте это сделаем. Ну, вот нам нужно просто взять, посмотреть на функционал точки F от P. Это элементик T со звездочкой F от P на M. Ну, и мы видим, что его таки можно перетащить вот сюда. Вот. Так что для любого Xp из T, P, N мы можем определить вот такую вот штуку. Ну, как обычно, в таких случаях нужно просто взять единственную композицию, которая соберется. Вот. Значит, нужно применить дифференциал к Омега Fp. Все это применить к Xp. Вот. Ну, ну и все. Вот. Вот. Ну, обозначим это за Омега... А, ну, во-первых, что это такое? Ну, нужно просто посмотреть, как дифференциал действует на отображении. Да, это просто такая штука. Омега F от P, D, F, P от Xp. Ну, просто аккуратно расписать, что значит двойственное отображение. Вот. Получается, что нужно просто применить Омега к вектору, перетянутым дифференциалом. Вот. Соответственно, вот это все дело можно назвать F со звездочкой Омега в точке P. Ну, и тогда у нас есть корректно определенная форма F со звездочкой Омега. Один форма на N. Вот. Ну, значит, понятно, что это называется pullback. Pullback. У меня не влезает картинка, но понятно, что это такой pullback в обычном смысле. Можно диаграмму нарисовать. Вот. Значит, pullback. Омега. Ну, как по-русски говорят, вдоль. Видимо, вдоль. F. Или посредством F. Это уже лингвистические вопросы. Вот. Ну, и вопрос. А почему получается такая несправедливость? Почему вот векторные поля нельзя перетаскивать отображениями, а ковекторные поля можно перетаскивать отображениями? Ну, это, на самом деле, несправедливость гораздо более общего свойства. А именно, что для любой точки в области определения функции вы задаете единственное значение. Но обратное неверное. В области значений может у прообраза не существовать вообще, а может быть больше, чем один. Но вот это ровно разница в этом ни в чем ином. Окей. Так. Ну, нужно что-то стирать. Вот. Понятно, что, на самом деле, зачем нам ограничиваться один формами. Можно посмотреть на формы старшей степени. И формы старшей степени точно так же можно перетаскивать при помощи отображений. Так. Ну что, нужно вот это тоже стирить сразу. Вот. Ну и в конечном итоге нас будет интересовать форму максимально возможной степени. и она будет аналогом объема на энмерном многообразии. Хорошо. Вот так. Хорошо. Ну, как вамorenц-э棘. Или я еще что-то, как видно с опором. Да. Сейчас тогда логан��ных компьютер или загроченável, давайте посмотрим просто на внешнюю степень касательного пространства вот ну что это такое это пространство знака переменных линейных отображений к той степени правда что элементе к отсюда не хотелось бы обозначение сбить буду сверяться взаимого f это что такое на самом деле это линейное отображение к раз нашего векторного пространства касательного в р ну такое что она знака перемена такое что f от в сигма от единицы в в сигма n равняется знак перестановки знак перестановки сигма на f в 1 вот ну а теперь соответственно к формой к форма это есть не что иное как гладкое отображение точки в ну собственно вот в такую штуку омега p из лямбов катый тп звездочкой внешней степени катый внешней степени вот ну что мы сразу можем заметить ну во во-первых естественно это определение прикормными единички совпадает с определением один формы во вторых ежели мы ежели мы берем сейчас ждите подумаю не забегали вперед да ну ладно давайте чуть позже скажу про значит значит watch product как по-русски клитовое произведение внешнее произведение внешнее произведение соответственно к форм то есть мы можем взять к форму и формы и получить к плюс л форму вот то есть на самом деле все к форма они склеиваются из один форм в каком-то смысле вот ok начну первое что хочется сказать это то что понятно что солнце ты гладкое отображение то можно посмотреть на его локальные координаты давайте возьмем карту карта на м ну тогда как устроена омега когда омега разваливается разваливается по базису ну значит где и это всевозможные к подмножество в н и красивая к н это множество ну букву нужно дать и жи подмножество индексов единицы до н ну таких что мощный жи равна к так правильно правильно вот значит аиты естественно должны быть гладкими гладкие функции ну вот а что такое да икс и ты ну естественно положим да и ты ты по да икс и там базис касательного пространства ну тогда нужно задать на базисе но на самом деле понятно как это сделать можно сделать в куче разных способов можно просто взять там внешнее произведение д такого же рода значит одномерных да это мы уже видели значит что это такое это выбор первой координаты вот но можно явно задать на базисе дельта 1 дельта 1 дельта n ну что получится получится такая хронкеровская дельта множеств и и жи то есть единичка если и равно жи и нолик иначе вот но лишь предложение предложение ежели у нас есть карта мы смотрим на какие-то гладкие отображения гладкие отображения гладкие чего же там функции гладкие функции на ну тогда как посчитать вот такую штуку df1 dfm ну это просто сумма гиги кабианов и катая по и опять-таки всевозможным к подножеством множество от единички до n ну и все это на базисный элемент на dx и 1 dx и кат вот ну вот тут нужно что-то что-то сообщить да значит ну естественно dx и t это базис дуальный собственно да ну просто в частном случае дуальный базис к нашему стандартному базису вот вот насчет теперь теперь что такое df это да ну это собственно утверждение с точки поставлю вот пара пояснений значит у нас есть отображение из уровня r f и t да давайте пока просто f напишем вот тогда можно посмотреть на его дифференциал вот ну а это то же самое что и r ну и то же самое что кокса если пространство вот таким образом что мы понимаем под dpf значит это что это просто значит линейный функционал который вектор x в точке p переводит понятно куда нужно просто значит что у нас есть функция у нас есть линейное дифференцирование в точке значит нужно применить в том порядке в котором можно xp от f вот таким образом каждой гладкой функции соответствует ну какая-то форма вот ну вот тут соответственно предлагается ее посчитать ну это как-то совсем очевидно правда это совсем очевидно вот ну во первых можно ее разложить по базису как мы уже выясняли как мы уже выясняли это просто сумма каких-то коэффициентов c житая на d x в g первое d x в g катая ну по всем g из и км вот ну и просто нужно теперь вычислить эти коэффициентские c житые вот ну давайте применим это равенство применим звездочку к базисному вектору дельта и 1 дельта и к ну что мы получим значит левой части ну нужно применить df1 df катая к дельта и 1 дельта и к там ну вот тут у нас написано как применять что получается ну получается в точности определитель df и этого по dx и житому да сейчас индексы ага вот ну это то же самое что сумма по всем перестановкам d сейчас но секунду нужно вообще вот вот у меня так кривенько написано сейчас мы поймем что имеется ввиду вот в другую сторону равенство просто нужно читать df1 d d d d x и sigma от единицы трехэтажные пошли индексы на df катая d d d x sigma катая d d sigma кат вот ну это скорее вот так нужно равенство написать да вот это просто по определению а вот это в точности определитель он будет непонятно в ком то есть это и так и так понятно непонятно в ком порядке это лучше посмотреть но значит это одно и то же в любом случае вот ну а правая часть значит правая часть что получится нужно применить вот эту штуку к базису ну вот этот базис двойственный вот таком поэтому понятно что будет где-то у нас это было написано вот значит если мы dx это применяем к о чушкой это написано меня никто не поправил да это d d d p d d d отличается, поскольку каждая координация, грубо говоря, вот это внешнее произведение элементиков двойственного базиса, но элементик двойственного базиса единичку дает только на том элементе, которому он соответствует. Ну, как получить в произведении единичку из множества элементов 1 и 0? Ну, взять все единички. Соответственно, правая часть это просто сумма C житых на дельта и житая, и это то же самое, что просто C и тая. Да, вот для этого нашего набора I. Да, ну, значит, напишу I, это I1NK. Вот. Ну, вот, собственно, мы и показали, что это одно и то же. Значит, C и ты, это у нас такой определитель, но это и есть IKBN. Вот, значит, зачем нам это, в частности, нужно? Ну, это нам нужно для того, чтобы мы могли менять карты. Если у нас есть две карты, XN и V, Y1, YN, то, ну, понятно, да, значит, нужно просто выразить Y через X, это будут гладкие функции, вот, ну, и написать ту же самую формулу. Ну, то есть нужно как, значит, D, D, сейчас, D, Y1, D, YK, то, равняется, ну, понятно, сумме, D, Y1, YK, то, по D, значит, X, I1, X, YK, то, по всем I, из I красивого, по всем поднового размера K на DX1DXKT. Нет, я один. То есть теперь мы знаем, как выглядит формула замены базиса. Вот как меняется двойственный базис, ну, вообще базис внешней степени при замене базиса в исходном пространстве. Окей, значит, значит, ну, нас будут, на самом деле, интересовать два частных случая. Значит, первый частный случай – это один форма, а второй частный случай, который нас, на самом деле, даже больше интересует – это N форма. То есть форма наивысшей возможной степени. Вообще там, N, T, внешняя степень пространства размерности N – это одномерное пространство. Ну, вот, как мы видим в ближайшем будущем, как раз тот факт, что оно одномерное позволяет вести ориентацию. Ну, потому что, что это одномерное вещественное пространство, оно как раз и делится на положительное и отрицательное участие. Вот если мы теперь сможем задать на всем пространстве N форму, которая нигде не обращается в ноль и непрерывно, тогда это и значит, что мы, на самом деле, задали ориентацию. Ну, это мы аккуратно разберем. Вот, но это такое, конечно, малоприятное все эти вычисления. Значит, давайте посмотрим на следствие. Следствие такое. Хорошо, да. Пусть U, X1, Xn – это карта, и F, F1, Fn – это бесконечно гладкие функции на U. Тогда, ну, вот, два интересующих нас случая. Первый – это когда мы просто смотрим на один форму, значит, D, F. Это просто, значит, по нашему, по нашей, как это называется, теоремы, Лема, предложение. Предложение – просто вот такая штука, D, F по D, X, Y на D, X, Y. Ну, где-то мы это уже видели, правда? Вот, это такое обычное разложение дифференциала по двойственному базису. В данном случае мы ничего нового не получили, но, по крайней мере, оно согласуется со всем старым. Вот, а если взять, соответственно, форму старшей степени, D, F, N, T, ну, давайте посмотрим, сколько слагаемых будет формулы. Сколько будет N-элементных подножеств в N-элементном множестве? Ну, одно. Вот, значит, получится одно слагаемое, это просто определитель в данном случае, да, ну, вот, определитель D, F, N, по D, X, D, F, J, T, по D, X, и тому. Ну, на базисный элемент, на базис N-элементной степени внешней. Он там один. Вот. Ну, и, на самом деле, тут можно было бы немножко разлиться с соловьем на длинное отступление, что, вообще говоря, это и есть, на самом деле, определитель, да, вот как ввести определитель, там, для коммутативного кольца. Ну, можно как-то аксиоматически задавать, а можно просто сказать, что у нас есть внешняя степень, да, его просто можно задать универсальным свойством. Вот. Ну, и у нас существует, это там можно доказать разными способами, определить конструкцию, например. Или можно воспользоваться, там, методами универсальной алгебры и доказать, что, там, для целого класса существует, в который входят коммутативные кольца. Вот. Чего же, не коммутативные кольца, а, значит, модульно коммутативными кольцами. Вот. Ну, и, значит, как определить определитель оператора. Ну, вы просто берете ее внешнюю степень, все, готовый определитель. Ну, и, значит, все, готово. Вот и. Так, ну, сейчас, нет, это интересное предложение. Давайте его пока опустим. Пуллбэк. Да, значит, как нам, на случай Каформ, да, определить пуллбэк. Ну, тут тоже та же самая история. Нужно просто очень аккуратненько посмотреть, какую композицию можно взять. Как и всегда, в подобных делах, неправильная просто не возьмется, не построится. Значит, давайте посмотрим на гладкое отображение, гладкое отображение многообразий. Ну, тогда, значит, что им можно сопоставить. Можно сопоставить дифференциал, во-первых, каждой точке. Можно сопоставить отображение двойственное к дифференциалу. Так, тут я опять пишу ту же самую глупость. F от P. Еще D со звездочкой. D, P, F со звездочкой. Вот, ну и теперь осталось просто протащить через это отображение нашу форму. Ну, вот, для этого нужно просто посмотреть на произвольное, а уже у нас было, да, букву нужно. Букву А. А из УВ. Линейное отображение. Вот, тогда, соответственно, ему соответствует отображение А со звездочкой. Ну, в частности, из кат и внешней степени В. В кат и внешнюю степень. Внешнюю степень У. Ну, какое? Нужно взять, соответственно, функционал. И мы хотим как-то применить к нему А. А со звездочкой альфа. Вот. Ну, для этого нужно просто взять, применить его к У1, Укатому. Ну, и написать единственное, что мы можем сделать. Давайте смотреть. У... У1, Укаты, это элементики вот отсюда, да. Альфа у нас задана на элементиках из В. Ну, значит, нужно перетащить... Перетащить Уиты посредством А в В и применить альфу, правда? Значит, А, альфа от А в У1, А у Каты. Все. Вот. Ну, осталось просто это применить к дифференциалу. Ну, к отображению. Ну да, просто к дифференциалу. Вот. Соответственно, если у нас есть форма Омега К форма на М, то есть Омега отправляет М в, значит, в лямбда КТ, Т, сейчас нужно понять, да? Ну, давайте так напишем. Р точку П в Омега П из ТП со звездочкой лямбда Катой. К форму. Внешняя степень, Катая внешняя степень. К касательного пространства. Вот. Ну, теперь мы хотим сделать из этого такую же штуку на Н. Ну, понятно как, правда? Назовем это Ф со звездочкой Омега. И определяется она вот ровно так. Для Омега в точке Ф от П от В1 Вн, ну, просто возьмем Омега в точке Ф от П от Д, Ф в точке П, В1, Д, Ф в точке П, ВК. Ну, все. Ну, потому что иначе просто не собрать. Ну, как еще мы из отображения из М куда-то, да? Значит, более того, да, из внешней степени К касательного пространства получим что-то еще. Ну, вот применили дифференциальчик. Ну, и применили то, что можно применить. Ну, в общем, как всегда, да, композиция в неправильном порядке просто не получится. Он собирается единственным образом. Вот. Что прекрасно. Ну, и, соответственно, вот эту штуку, вот эту мы называем Ф со звездочкой Омега в точке П, но отображение П в Ф со звездочкой Омега в точке П называется, называется Ф со звездочкой Омега. Вот. Ну, опять-таки, когда смотришь на какую-то формулу на доске написанную, то кажется, что это как-то все страшно. на самом деле, ну, тут действительно нужно просто записать все отображения, которые у нас есть и понять, что они складываются в композицию, ну, трону одним разумным способом. Вот. Замещание. Поместится? Боюсь, что не поместится. Идем придется что-то стирать. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, замечание состоит в том, что все разумные свойства, которые должны выполняться, выполняются Значит, замечание Во-первых, если вы возьмете бесконечно гладкие... О! Нет, значит, все-таки нужно, простите, сначала ввести одно маленькое определение перед замечанием Значит, ежели у нас есть просто знакопеременная форма степени K И знакопеременная форма степени L Ну, тогда мы можем определить их внешнее произведение Вот таким образом, как мы обычно привыкли, да? Лямбда K плюс L В со звездочкой Ну и формула такая Ну, грубо говоря, нужно просто их перемножить тензорно, а потом взять симметризацию Тензора Не симметризацию, а как называется аналог симметризации для антисимметричной Антисимметризации Значит, сумма по всем перестановкам СК плюс L Да, мы должны все аргументы попереставлять Знак перестановки На альфа Вот V О, я тут чего-то не написал К плюс L, да? Вот V Сигма 1 Так далее V Сигма ката Умножить на бета V Ну, понятно, все остальные аргументы Это V Сигма от K плюс 1 V Сигма К плюс L Вот Ну и, соответственно, замечание, которое я пытался написать Замечание Такое, что Во-первых, если у нас есть альфа и бета гладкие Ну, тогда их Значит, внешнее произведение тоже гладкое Гладкое, тоже степень гладкости И Раз Два Если у нас есть гладкое отображение многообразий И мы Применили его к внешнему произведению Двух форм Ну, тогда получается то же самое Как если сделать это В противоположном порядке Сначала взять pullback А потом Потом взять Произведение Вот Ну и Давайте я уж здесь Допишу Допишу Значит Что у нас Форма Гладкая Тогда и только тогда, когда Потерялась, да? Значит, форма Гладкая Тогда и только тогда, когда В какой-то карте Карте А ее Координатные функции Гладкие Ну и это тогда и только тогда Когда Когда для любого векторного поля Х Гладкое Векторное поле Понятно, что мы можем применить Дифференциальную форму К векторному полю Правда? Потому что в каждой точке Мы получаем касательный вектор Касательный вектор Отправляем Сейчас Для Формы Для ката формы Нет Надо Надо взять К вектор К гладких Векторных полей Х1 ХК Потому что Ну иначе Как мы применим Эту форму К аргументам Для любого Для любых гладких Экторных полей Х1 ХК Омега От Х1 ХК Это гладкая Гладкая Функция Вот Ну это все Очевидное Утверждение На самом деле Я думаю, что мы не будем Доказывать Это такое Более-менее Очевидное Упражнение Окей Ну вот Параграф Маленький параграф Инвариантные формы Инвариантные формы На группе Ли Ну вот мы знаем, что Все Инвариантные Векторные поля На группе Ли Они Задаются Своим значением В единичке И являются Гладкими Как только Она инвариантная Она сразу Гладкая Вот Соответственно Абсолютно То же самое Верно Для К-форм Пусть Ж Тогда мы Можем Посмотреть На Левые Трансляции При помощи Элементика Ж И если мы Теперь возьмем К-форму Омега На Ж Тогда Можем Сказать Что Она является Левые Инвариантные Омега Левые Инвариантные Если Ну Понятно Что Нужно Посмотреть Ну Пулбэк При помощи Левые Если То же Самое То Левые Инвариантные Если Л Ж Со Звездочкой От Омега Равняется Омега Для любого Ж И Ж Ну Или Что То же Самое Для Любого Дифференциаль Подвинуть Нашу Форму Окей Значит Предложение Предложение Левые Инвариантные Левые Инвариантные К Формы На Ж Автоматически Гладкие Вот Ну Это Значит Тривиальное Следствие Тривиальное Следствие Замечания Вот На той Доске Замечания Об Эквивалентных Условиях Гладкости Маленькое Прямое Вычисление Которое Проще Всего Провести Для Векторных Полей Таким образом У нас Значит Все Левые Инвариантные К Формы На Ж Задаются Ну Просто Одним К Знакопеременным Функционалом Единички Вот Ну И То же Самое Для Правой Инвариантной То же Самое Для Правой Инвариантной Формы Значит В определении Нужно поменять Букву L На Букву R Ну И везде Где написано Лево Написать Право Ну Еще Вот Здесь Умножение Справа Написать Все Вот Предложение Также Остается Верным Правой Инвариантной Формы Тоже Гладкие Вот Ну А теперь Мы наконец-то Все-таки Пришли К Тому О чем Так долго Твердили Большевики Ориентация На Группели Вот Ну Если мы Просто посмотрим На векторное Пространство В Векторное Пространство Тогда Несложно Понять Как Задать На нем Ориентацию Нужно Просто Взять Посмотреть На все Возможные Базисы В И ввести Следующее Отношение К Эквивалентности Один Базис Эквивалентен Другому Я пишу В скобочках Потому что Я смотрю На упорядоченные Базис Тогда И только тогда По определению Но Когда Матрица Перехода Имеет Положительный Определитель Больше Нуля Строю Вот Ну Несложно Проверить Что Для Случа РН Это Согласуется С Интуитивным Понятием Ориентации Для Р1 Базис Отличается Скаляром Если Этот Скаляр Положительный То Мы говорим Что Ориентация Сохраняется А если Отрицательный То Меняется На Противоположную В R2 Да У нас Задается Ориентация Направлением Поворота От Первого Вектора В байсе Ко Второму Ну И вот Если Вы Внимательно Посмотрите То Определитель Что Что Как Это Согласуется С Тем Определением Что В каждой Тачке Ставим 0 А Это На самом деле Базис Это Базис Типа ТМ Это Гладкий Базис ТМ Сейчас Подождите Пока Что Это Просто Базис Векторного Пространства Да ТМ ТП Да ТМ ТП Нет ТП Вы Хотите Сказать Вы Чуть Забегайте Вперед Хотите Сказать Как Это Аккуратно Склеить На Многообразие Это Просто Пока Векторное Пространство Мы Еще Не Дошли До Склейки Я не знаю Что такое ориентация На Векторное Пространство Я знаю Что такое ориентация На Многообразие Что Значит В каждой Точке Ставим Число Да Но Вот Сейчас Мы Поймем Что Одно Из Это Определение Ориентация Это Выбор Класса Эквивалентности Понятно Что таких Классов Эквивалентности Ровно Два Значит Ориентация Это Выбор Класса Эквивалентности Ну Вот Это Отношение Эквивалентности Вот То есть Мы Некоторые Базисы Называем Положительными Некоторые Отрицательными При этом Совершенно Не важно Какие Какими Важно Что Матрица Перехода Между ними Имеют Положительный Определитель Вот Но Это Понятно Что Это Корректно Заданная Штука Что Все Базисы Распадаются Ровно На Два Кусочка Вот Ну В общем То И все Что Тут Еще Сказать Лема Лема Все Время Пытаюсь Начать Писать Лема В последней Строчке На Доске Это Плохая Привычка Что Тут Старше Вот Эта Старше Строчке Эти Строчке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну, соответственно, что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что ориентацию можно задавать дифференциальной формой Так, им сериал нужны листочки Да, шлемы Значит, пусть у нас U1, UN, V1, VN нашего векторного пространства Возьмем, скажем, что это просто два базиса Два базиса Значит, выразим Ужитый, как А и ЖТ, Н, В ИТ, да, сумму по И Вот, и возьмем N-ковектор Лямбда, N, V со звездочкой Ну, тогда β от O1 У Катова Равняется Определителю А на β от V1 Не Катова, а N-то Здесь N штук VN Значит, мы это уже где-то видели Правда, мы это видели в гораздо более общем контексте У нас там была теорема как раз про замену каординат Ну, вот это ровно она и есть В случае N, как раз мы выписывали частный случай Когда мы смотрим на форму старшей степени Вот, ну, это понятно Значит, следствие Знаки Ну, я напишу β от U, да, понятно β от 1 УМ И β от V совпадают Тогда и только тогда, когда определитель А больше нуля Ну, и тогда и только тогда, когда базис У эквивалентен базису В Относите на того эквивалентности В отношении эквивалентности, что раньше Ну, и мы говорим, что β определяет Ориентацию Значит, U1, UN Ну, надо поставить Значит, скобочки внешне я поставил, чтобы сказать, что это класс эквивалентности Что ориентация у нас класс эквивалентности Если, ну, понятно, для какого-то фиксированного представителя Неважно, какого β от U1, UN больше нуля Вот Ну, пример Очень простой Давайте возьмем R2 Вот, там, значит, базис E1, E2 И двойственный Альфа 1, Альфа 2 Это базис R2 Са звездочкой Вот Ну, тогда форма Альфа 1 Альфа 2 Задает Стандартную Задает Ориентацию Ну, вот, к которой мы привыкли Против часовой стрелки Ну, E можно Я 1, E2 Ну, нужно просто вычислить значение И все И ровно это и получите Больше надо Окей Окей Определение Пара закончилась, да? Беда какая Беда Ну, вот Чуть-чуть Чуть-чуть А, ладно 11.08 уже, да? У нас уже скоро Следующая пара Ладно Давайте тогда прервемся Печально, конечно Но мы на 10 минут позже А, ну и да Правда, да Получилось Ладно Вот Ну Да Ну и собирайтесь Я скажу Что вообще говоря Можно выбирать базис Касательного пространства На всем многообразии Одновременно Но единственное Что кто же вам По умолчанию Сказал Что мы его можем Выбрать непрерывно Ну вот В общем случае Нам вряд ли Удастся выбрать базис На всем пространстве Непрерывно Так, чтобы Значит у нас Ориентация Каждый базис Был правильно Ориентирован Вот Но мы можем Сделать это локально То есть можем Сделать так Чтобы в каждой точке Существовала окрестность Такая, что на ней Можно выбрать Непрерывным образом Базис Касательного пространства В каждой точке Так, чтобы там Корректно сдавалась Ориентация Ну В терминах формы Да Что можно задать Гладкую форму Такую, что она будет Во всей окрестности Либо больше нуля На выбранных базисах Либо меньше нуля На выбранных базисах Вот Ну или что то же самое Раз она непрерывна То то же самое Что просто не обращается В ноль Вот Но это, к сожалению Уже в следующий раз Да Я как-то промахнулся Я увидел без 15-11 Подумал, что у меня Еще 45 минут И поэтому Как-то не ускорился В нужный момент Ну что поделать Бывают жизни Трудности Возвращение Субтитры создавал DimaTorzok